Всем привет, меня зовут Оля, это канал о моей жизни в Турции. Ой, мы же переехали в Грузию. Кажется, пора менять название канала. Тем, как я в первый раз попала в Батуми, я, честно говоря, не ожидала от этого города много. Ну, что я себе представляла? Такой типичный морской городок. Один из тех городков на Черноморском побережье, которые когда-то были одной такой единственной возможностью и альтернативой для целого поколения советских людей увидеть море и побывать на курорте. Его потенциал в плане увидеть и покорить я оценивала по десятибалльной шкале, ну, где-то на четверочку. Но как же я ошибалась? Здесь количество достопримечательностей на квадратный метр просто зашкаливает. Бэнс, 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 бэнс. В любом случае город, у которого есть и горе, и море, просто не имеет шансов на провал. Вот представьте себе, идете вы себе по достаточно такой тихой, скромной, но очень приятной улочке. Следующий шаг не предвещает ничего необычного в вашей жизни. И тут перед вашими глазами появляется все вот это вот. Конечно, может быть, искушенного путешественника, которому уже ищут царские Альпы, всякие буковели, это уже такая серость и скукота. Может быть, для него это не представляет ничего необычного, но, честно говоря, меня, простую турецкую домохозяйку, вот этот вот пейзаж просто поразил до самой глубины души. В общем, оспаривать природные красоты Батуми, я думаю, никто не возьмется. Давайте перейдем к достопримечательностям. Сразу говорю, что достопримечательности в моем видео не имеют никакой логической привязки, и их очередность совершенно случайна. Это просто те места, которые интересны, и я считаю, их стоит посетить. Европейская площадь. Чем мне запомнилась эта площадь? Прежде всего тем, что здесь можно арендовать машинки и посадить туда обоих детей сразу и насладиться тремя минутами тишины и спокойствия. Шутка. Шутка. А может и нет. В общем, на этой площади находится такая высокая колонна со статуей богини Медеи с золотым руном в руках. Вы тоже не знали, что такое руно? Из фразки в Википедии. Руно. Снято шерстяной покров овец и баранов. Ну, обо всех аллегорических значениях этой композиции вы можете проконсультироваться у гугла. А я еще хочу сказать, что здесь находится вот такая вот башня, которая лично мне напоминает дворец Белоснежки. И астрологические часы, на которых кроме времени можно увидеть стороны света, знаки зодиака, фазы луны и еще много чего. Но если вы не астролог, то вы просто отметите, что это очень красивые часы. Канатная дорога Арго. Канатная дорога Арго простирается на 2,5 километра и на 250 метров вверх. И вообще обычно кабинки на таких канатных дорогах движутся достаточно близко к земле. Но здесь кабинки настолько высоко от земли, что даже если вы думали, что у вас нет хобби высоты, то здесь вы можете понять, что она у вас есть. И наверху находится смотровая площадка, где вы сможете вдоволь нафотографировать панорамные виды Батуми. Есть также еще и ресторан. Но судя по тому, что я там увидела одних гостей из арабских стран, я сделала вывод, что этот ресторан, он также на арабский кошелек. Ну что, в принципе, вполне логично для такого места. По-моему, самый панорамный вид на Батуми, он открывается с обзорного колеса. Оно поднимает на высоту 55 метров. И мы попали как раз, когда был закат, солнце вот так садилось, можно сказать, закатывалось. И это, ну, просто великолепно. Это очень высоко и страшно на самом деле. И, как видите, я снимаю сквозь решетку. То есть, потому что встать, там открытые кабинки, и встать или протянуть руку за пределы кабинки с фотоаппаратом было очень страшно. Оказалось, что фотоаппарат сразу камнем упадет кому-то на голову. Ну, если уже речь зашла о набережной Батуми, то хочу сказать, что это просто чудесное место. Мало того, что набережная тянется на 7 километров, так там еще и сконцентрированы все основные достопримечательности города, которые остались у меня в памяти еще со времен выпуска «Орел и Решка». Ну, например, движущаяся статуя Али и Нино. Не буду вам врать, что я читала роман, откуда были взяты эти герои, но вот этот символизм приближающихся и отдаляющихся мужчин и женщин показался мне достаточно интересным, потому что все, что очень близко, однажды может стать очень далеким. Как вам моя философия? А здесь также находится башня с буквами грузинского алфавита. Ну, мы до нее, честно говоря, не дошли, но я читала, что там наверху есть смотровая площадка, и я верю, что с нее получаются просто чудесные фоточки. В Батуми есть площадь, которая называется Пьяцца, что с итальянского переводится как «площадь». Ну, немножко странно, вы не находите? Площадь, Пьяцца, площадь. Вообще, при чем здесь Италия? Я, честно говоря, не очень поняла, но знающие люди говорят, что это площадь, в точности повторяют площадь Сан-Марко в Венеции. Но я в Венеции не была, поэтому свое экспертное мнение по этому поводу составить не могу. В любом случае, место достаточно милое, интересное. Здесь есть такой вот прекрасный купидончик, возле которого все фотографируются, и мы тоже не удержались. Церковь Святого Николая. Находится напротив Пьяцца и является самым древним храмом Батуми. Была построена греками в турецкий период. Место такое духовное, богатое историей, интересное, советую к посещению. Сразу турки запретили устанавливать здесь колокола, они были привезены позже русскими военными. В Батуми есть еще одна отсылка к Италии. На театральной площади находится статуя Нептуна, которая является точной копией статуи Нептуна в Болоне. Вот Нептун в Болоне, вот Нептун в Батуми. Похоже? Как считаете? Ну, давайте от итальянской темы перейдем к турецкой. Турция от Батуми находится в 16 километрах. И то, что здесь есть такие явные отголоски Турции, в принципе, вполне очевидно. Турецкий район, где находится мечеть, здесь ощущаешь себя просто в Турции. Здесь вот тот же Эзан звучит, те же вот продавцы этих всех кебабов, дюнеров, толкучка на улице, турецкие парикмахеры. В общем, точно как в Турции. Парк 6 мая. Если у вас нет детей, то, может быть, вы и не дойдете до этого места, но у нас не было шансов. В общем, в этом парке находится зоопарк Дельфинариум. Но ввиду того, что мы здесь были ранним январским утром, ну, в 11 утра, то зоопарк был закрыт, Дельфинариум, естественно, тоже. Аттракционы не работали еще в это время. Ну, то есть сюда лучше приходить, конечно, после обеда. Ну, вообще, зоопарк выглядел достаточно пустынным и заброшенным. Вообще, я думаю, что зверей, может быть, на зиму куда-то перевозят в какое-то более теплое место. В любом случае, надеюсь, побывать здесь еще летом. А вот тот парк, который нам действительно запомнился, это Парк Бульвар. Это, знаете, просто волшебное место. Там везде расположены таблички в этом парке, что он был основан более ста лет назад. То есть когда-то на этом месте была свалка. А потом усилиями местных жителей и привлеченных экспертов из Пруссии и Франции здесь облагородили и сделали такое просто чудесное прогулочное место. То есть вы гуляете в тенистой аллее каких-то экзотичных деревьев, вокруг щебечут птички. То есть это зимой, не представляю, что там творится летом. Мне хотелось бы дополнить свой рассказ тем, что мы посетили какое-то культурное место. Но ввиду того, что с нами путешествуют двое наших детей двух и четырех лет, то есть всей культурной программе, мы были в контактном зоопарке на последнем этаже торгового центра Батуми Мо. Из всех вот этих вот достопримечательностей города и всех фонтанов, пьяц и статуй наши дети больше всего из города Батуми запомнили маму Ежиху с новорожденными ежатами, которые лежали и грелись у нее на животике. И я вам советую, если у вас есть маленькие дети, то не пожалейте один час и вознаградите своих детей походом в такое вот место, потому что все вот эти долгие прогулки по городу, как сами вы понимаете, они больше интересны нам, взрослым. Дети за нами ходят хвостиком. А вот ежиха с ежатами, она затмила просто все достопримечательности Батуми в памяти наших детей. В любом случае, я закругляюсь, Батуми это One Love You Must See. Всем спасибо и пока!